Всем привет! Продолжаем снимать обзоры напитки из спортивной питания. И вновь у нас рубрика «Мясной фарш». Давненько не было. Вот такой вот интересный фарш. На первый взгляд вылез, что это бургеры. Обычно в такой упаковке и такой форме продаются бургеры, но это фарш. Естественно, как вы поняли, это звание от Миратурга. Ну что ж, давайте разбираться. Вот такой вот дизайн. Упаковка реально на один момент, как у бургеров. Но это не бургер, а фарш. Итак, Миратург серия «Фермерский бычок». Свободный выброс. Что это такое? Это у нас гибридный фарш. Фарш из курицы и говядины. Какие у него преимущества есть? Спросите вы. У него есть преимущество, что здесь очень неплохая калорийность. Невысокая цена. Ну давайте разбираться по порядку. Что это у нас такое? В состав у нас ходят мясо, цыпленка броллера и говядина. И все. На 100 грамм продукта у нас 210 примерно калорий, 19 граммов белков и 15 граммов жиров. То есть, в принципе, не сильно жирные, да, белков здесь чуть больше. Что мы же можем сделать, какой вывод, что, в принципе, мясо хорошее, свежее, хранится только лишь две недели, да. Здесь у нас 400 грамм. Изготовлено все это у нас дело в Брянской области. А вот. А по косу о цене, куплен он был в Ашане, 400 грамм за 280 рублей. Что, в общем-то, недорого. А вот. Ну, дизайн вот такой. Все понятно просто. И сейчас мы будем его готовить. Как я буду его готовить? Добавлю соль и перец. Ну, и, конечно, не просто же есть фарш. Нужно с чем-то. Я предпочитаю есть фарш с макаронными изделиями. Ну, кто меня смотрит, давно это знает, да. Например, можно вывать что-то из этого. Зарить каким-то из этих мякотью томатов. Перемешать с говядиной. И будет отлично. Ну что, поехали. Итак, ребята, фарш готов. Запах приятный. Мне тоже очень неплохо. Погнали дегустировать. Итак, ребята, готово. Запах очень приятный. Добавим немножко перчика и чуть-чуть оливочек. И еще секретный медиент будет чуть позже. Добавим немного сыра. Вот так это выглядит. Фарш получился по запаху очень хороший, по консистенции. Посмотрим, как будет на вкус. Надеюсь, что будет тоже очень даже неплохо. Добавляем немного сыра. Можно, конечно, потереть, но можно и так, поскольку пока у нас очень горячая паста. Он расплавится внутри. Вот так. Здесь только белки, жиры, углеводы. Отлично сбалансированный вариант продукции. Полезно, вкусно, уверенно, питательно. Ну что, ребята, немножко подостыло, впиталось. Не терпится попробовать. Напомню, мы все-таки акцент делаем на фарш, да? Потом уже все остальное. Поэтому будем пробовать фарш. Поехали. Хорошие. Нежины. Чувствуются волокна мяса. Пока что костей хрящей не обнаружено. Ну и, в принципе, когда я его готовил, посмотрел к хорошей консистенции. Вообще, Мира Турк молодцы. Среди говядины, Мира Турк у меня второе место для любимых. Первое, это Prime Beef. Второе место, Мира Турк. Очень неплохая говядина, действительно. И очень большой ассортимент. Они постоянно что-то новое придумывают, выпускают. Это хорошо. Ну, ребят, отличный фарш, нежирный, приятный. Да, особого вкуса он не имеет, но тем не менее. Как раз если его добавлять куда-то, да в те же бургеры, вот в такое, например, блюдо, куда-то еще он очень хорошо зайдет. Потому что он приятный на вкус, нежирный, хорошей консистенции, такой сочный. Ну, в общем-то, я довгою. Хорошая калорийность, хорошая цена. Очень хороший фарш. Ну, и в принципе, в блюде он играет замечательно. Ну, так, ребята, в принципе, я поел. Ел почти половинку, так очень плотно. Большая порция, я готов и сделать вывод. Ну, вообще, конечно, я признаюсь, я этот фарш уже ел не раз и просто решил поделиться мнением, да, в очередной раз взял его. Вот. Фарш получает достойную оценку. Я ему поставлю твердую 4 баллов из 5, 4,5 баллов из 5 по одной простой оценке. Он не самый вкусный и не самый лучший, который, конечно, я ел с покупных. Однако, у него очень много плюсов. Он нежирный, он, в принципе, вкусный, у него хорошая консистенция, он сочный, не сухой и он не сильно дорогой. В хорошей калорийности. Вот. Поэтому, за эти деньги, я считаю, денег своих стоит. Особенно бывает, если по скидке вообще замечательно. Бывает, по скидке он подается. Вот. Значит, 4,5 баллов из 5. Я всем рекомендую. Отличный фарш. Берите, не пожалеете. И небольшой отзыв про Дарновийский. Астамуровийский. Значит, очень такой дымный. Конечно, до Таллицкера или до Артбрега не дотягивает. Однако, тоже довольно тяжело идет. Вот. То есть, кто любит дымность, неплохой вариант. Однако, тем не менее, подчеркну, что Артбрег и Таллицкер намного приятнее. Но они дороже. А такое стоит около 6-7 тысяч метров. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Пока.